Желаю мира и приятного просмотра. С вами Яцкоборовский. И сегодня, друзья, я вам покажу, что мне понадобится для того, чтобы отпраздновать Новый год. А бюджет в этом году у меня составляет 50 баксов. А если быть точнее, то это 1400 украинских гривень. И на эти деньги я должен купить все ништяки для праздничного стола и для новогодней атмосферы. Ребят, если ты ждешь снег, тогда ставь лайк, пиши комментарий. И всем, ребят, приятного просмотра. А я буду бежать в супермаркет и делать свою закупочку. Друзья, все, я уже внутри гипермаркета. Так как мы идем по дороге, тут дофига Кока-Колы. А Кока-Кола это всегда красота для праздничного стола. Поэтому берем 16.50 за бутылку. В общем, пришел в отдел алкоголя. Смотрю, шампанское. Хочу взять советское. Но я вижу, что везде уже все поразбирать. Но если нет его, то возьмем какой-то другой вариант. Так, в общем, возьму вот такой вот вариант нормальный. Проголи нарос за полтину. Здравствуйте, можно пырицу, гриль одну? Что снимаешь? А? Что снимаешь? Новый год. А? Новый год снимаю. Не надо снимать? А чем? У нас тут зачем? Как не снимаете? Чего? Ну зачем? Наши там пить. Все, где-то еще есть. Еще возьму картошки. Тут есть по-селянски, фри. Да, еще картошку по-селянски. Триста. Курица. Сто семьдесят пять гривен и картошка на тридцать два. Мимоза, шуба, оливье. Мимоза, шуба, оливье. По килограмм уже. Да, ну так где-то. По грамм семьсот. Так, в общем, короче, смотрите по салатам. Мимоза. Сто десять гривен. Оливье сто тринадцать. И вон еще шубу кладут. Так. О, кстати, если бы чуть больше взял, то была скидка. Спасибо. С наступающим. С вас на следующем. Так. И селедка под шубой на сто двадцать гривен. Не, ну посмотрите. Уже полная картина. Надо, походу, за второй идти. Надеюсь, короче, никто не свистит в мою корзину. Я сейчас схожу, возьму телегу вот такую вот. Потому что оно не помещается. Не помещается все. Такое вот маленькое. Маленьких не было. Вот такая вот огромная. Такая уже есть. Что по хлебу? Давайте что-то свежечок какой-то возьмем. Возьмем батон. Он и в Африке батон. Девять ноль четыре. Хорошая булка. Вот. Берем батон. Так. В общем, проезжаю везде сладкого. Помните, как в детстве? Наполеончика. Вот. Давайте глянем. Если есть, то я взял бы так. Медовик. Тоже норм, но нет. Надо Наполеон. Здравствуйте. С наступающим. День полная. А Наполеон есть, нету? Наполеон есть. Угронопарк. О. Есть наполеон в грешнию. Стрички. Да. И маленькие. Угронопарк. Хорошо. Сколько? Шестьдесят девять. Сорок пять. Во. Берем. Так. И давайте еще посмотрим, какие другие салаты. Можно взять морковку. Бурячок. Нет. Бурячок не годится. Морковку можно захватить. Так. Что там? Корейка. С кунжутом. Двадцать четыре девяносто. Во. Берем. Так. И туда же возьмем еще вот такой вот салат. Баклажаны маринований. Тридцать один восемьдесят три. Так. В общем все. Перекидываем все в нашу корзину. И я вам скажу такую вещь, ребят. Раньше, когда я скупался на Новый год, то тут все сметали. А сейчас как-то люди походу обедели. Или я не знаю. Потому что на карантин повлиял. Раньше здесь такие толку были. Все сметалось. Так. Далее. Давайте рыбу возьмем. На бутерброды. Сто двенадцать. Филе шматочками. Сто двенадцать пятьдесят. Это же она вроде бы. Ничего не перебутал. Нет. Стоп. А вот если подешевле. Давайте ее возьмем. Сто пять гривен. Вот такой вот кусок. Слабо соленая. Так. Есть. И давайте глянем икру. Как отсюда? По акции. Икра лососевая. Слушайте, это вы, кстати, проверенный вариант. Я уже ел ее. Нормально. Берем. Восемьдесят девять гривен. О, кстати, в овощном отделе движуха конкретная. Так, пошлите, возьмем мандарин. Мандарины, как бы, это главный атрибут Нового года. Так, мандарин тридцать, один девяносто. Смотрите, все сметают. Мандарины разгребают. Надо себе взять, пока еще есть. Как тут его подобраться? Ого, давайте. Набираем. Так, мандарин на сколько? У нас пятьдесят две гривны. Семьдесят шесть копеек. Так, тут еще какие-то есть мандарины. А, нет, эти дороже. Брать не будем. Так, можно еще взять клементин, мандарин. Это, кстати, хороший, но дороже. Ладно. Апельсин тридцать три девяносто. Вот, давайте апельсинов возьмем. Пятьдесят четыре. Так. Шестьдесят четыре гривны. Оно? Оно, оно. Есть. Так, еще хочу взять сухой колбаски. Не устрицы разбирают. Устрицы прям гребут по-страшному. Я их не люблю. Вот. По басу давайте что-то присмотрим. Вот. Браун Швенская. Сорок шесть, сорок шесть. Берем такую. И сыр. Чиз. На него скидка сейчас. А ну-ка, что это за сыр такой? Это он, нет? Двести сорок девять грин. Да, это он. Что такое, что такое? На него скидка. Так, ну берем такой кусок. За шестьдесят один девяносто восемь. В прошлый раз, ребят, вы помните, что я забыл масло. На этот раз я помню, что бутер надо брать с маслом. Хожу, смотрю, что подешевле. И смотрите, есть акция масло солянское. Тридцать два процента. Берем, короче. Во, чуть не забыл. Надо взять шпроты под солнечным маслом. Наверное, только нормальные какие-то. Так, шпроты в олии. Вот, тридцать два двадцать. Берем. Баночку. И плюс еще хочу взять горошек. На стол это все. Восемнадцать девяносто по акции пойдет. Так, в общем, все. Газую на кассу. Сейчас буду рассчитываться за продукты. Посмотрим, сколько у меня останется. Думаю, может быть, еще куплю живую елочку. Вот, чтобы запах было леса дома. Так, что по очередям? Ну так, в принципе, не особо большие очереди. Конечно, больше, чем обычно, но все же. Как будем здесь стоять? Раньше, конечно, ребят, тут такие были очереди. Просто километровые. Все, с Натальей на своем подальше с ней. Сейчас уже, видите, попроще все. В общем, все, рассчитался я за продукты. И закупка у меня составила. 1227 гривен. Короче, сколько у меня осталось? 172 гривны. Ну, в общем, сижу, жду маршрутку. Занял очередь. Сейчас уже должна быть на подъезде. А, ну, сейчас, через минуту будет. Вон, первых пассажир уже сидят. Кстати, сейчас новое правило. Нельзя ехать стоя. Кто бы сидел? Да, вот так вот. Раньше, помню, нормально надевалось львей. Ну, правило есть правило. Не сажай, я не поеду. Ну, так вот. Водитель, говорит, не поедет, пока не усадится. В общем, ребят. Все, я уже пришел. Короче, вот пакеты сейчас оставлю. Пакеты стоят. А я сейчас хожу еще на рынок. Мне надо еще докупить кое-каких новогодних украшений. Здравствуйте. А почему елки? Ну, така 300 гривен. Така 300 гривен. А поменьше есть? Есть. Меньше, типа... Размер поменьше и подешевле. Подешевле. Така 200. 200, да? Куда же меню вставить? От 200 и выше. Ага. Понятно. Така 200, такая вот. А по 150 нету? Давай. Так, давайте такую. 150, такая. Ага. Поставок? Без. Ага. А поставь его поставить? Уже нема. Уже нема. Куда же там мне ее поставить-то? Казань уже нема. Ребят, короче, пришел на вторую точку. Взял вот такой вот держатель, или как он называется, 20 гривен заплатил за него. И у меня остается 2 гривен. Так что все, будем бежать домой. Накрывать на стол. Ребят, все, я уже дома. Родители наряжают елку. А я сейчас займусь нарезкой. Надо сделать бутербродики. Достать всю нарезочку. Так что сейчас порежем рыбку. И сделаем бутерброды. Так, первое. Давайте порежем батон. Для бутербродов. Теперь давайте откроем икру. Оп. И намажем. Я прошу не все, потому что понимаю, что намного не хватит. Бутеров 6, я думаю, с икрой получится. Плюс-минус. Так. Кстати, хлеб очень свежий. Немножко покрошился. Ну, ничего страшного. Мы его убрали. Вот так вот добавляем икру. Ну, хорошо, что я взял все-таки еще и рыбы. Потому что икры, видите, немного. Полноценный получилось. 5 бутербродов отставляем. И остальные сделаем уже с рыбой. Сколько тут? Филе слабо солено. Семга. 180 грамм. В общем, все. С бутербродом я закончил. Теперь надо подогреть картошку. Нашу курочку. И будем накрывать на стол. Друзья, в общем, вот такой вот у нас получился стол. Я уже все выложил, разогрел. Смотрите, как нарядили елку родители. Тут и конфетки, дождик. В общем, разные шарики. Домашние игрушки. Откопали где-то дождик. Дальше конфеты подцепили, чтобы ночью батя мог спокойно заточить. В общем, смотрите, что у нас идет на новогодний стол. Тут у нас бутер из икрой. Здесь с красной рыбой. Причем плотно так нарезал. Вот, зацените, сколько здесь рыбы. Далее, шпроты. Моя мама любит вместе с горошком. Вот это вот она заказала. Далее. Баклажаны, это я для бати взял. Курка. Запеченная картошечка. Колбаса, сыр. Все, пастельный сыр. Мега офигенный. Морковка по-корейски для меня. Дальше. Ребят, шампусик мы уже откроем, когда будет бой курантов. Чтобы раньше времени, как говорится, что там упало, не начинать праздновать. Далее. У нас оливьешка, шуба, кока-кола. Куда же без нее апельсины, мандарины. На десерт у нас еще есть Наполеон и мимоза. В общем, всем желаю в 2021 году, чтобы у вас было все хорошо. Чтобы было меньше войн. Чтобы люди не болели. Чтобы вы были счастливы. А я хочу попросить у Деда Мороза, чтобы под этим выпуском собралось 15 тысяч лайков. Дедушка Мороз, подари мне вот такой вот подарок. Я думаю, тебе будет не сложно, а мне будет приятно. В общем, ребятки, утром ищите свои подарки под елкой. И пишите свои комментарии, насколько у вас новогодний стол обходится денег. Точнее, не новогодний стол, а Новый год. Что вы вообще тратите? В общем, у меня получилось все на 50 долларов. Так что вот такие вот дела. Всех, ребят, с наступившим праздником. Всем всего самого хорошего. Всем, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok